Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наше трудное дело всегда с молитвой, чтобы нам была помощь. И вот я вижу тут вопрос сразу. Эзра принес, верится, свои свитки, написанные новыми буквами, Ашурим. Об этом ничего не известно, но нужно полагать, что он эту работу начал еще в Бавиле, в Вавилоне, и принес эти свитки. И потом, как мы с вами говорили, он организовал целую систему записи Торы и переписки со свитков Торы, со старых свитков Торы. Старые свитки Торы, написанные круглым шрифтом, прятались. Свитки Торы, которые писались шрифтом Ашури по новому закону, они проверялись. И, безусловно, какие-то свитки он должен был принести с собой, написанные своей рукой или под его руководством. Теперь, у нас с вами сегодня задача продолжить знакомиться с Мишной и посмотреть, можем ли мы выводить закон Торы из текста Торы на основе логических оснований, как это делали мудрецы Мишны, как это делали мудрецы Талмуда. Короче, как закон Торы связан с тем, что у нас есть в традиции. Есть текст Торы, параллельно есть закон. Есть ли между ними связь логическая, однозначная, похожая на математическую, когда можно утверждать, что я могу при ними применить тот или иной алгоритм и вывести закон из текста Торы. Заранее можно сказать, что нет, но какая связь между нашим законом, между текстом Торова и нашим законом, мудрецы Торы мы с вами постараемся посмотреть. И прежде всего, для начала занятия я хотел с вами представить, как Талмуд переходил из поколения в поколение. Возможно, мы этим займемся несколько подробнее, но предварительно. Талмуд переписывался от руки, начиная с VI века, когда была сделана его окончательная редакция, и передавался от отца к сыну, от учителя к ученику. Возникло много свитков, много записей, возникли разные варианты записи Талмуда. Каждый трактат представлял собой отдельный свиток, большей частью. Начиная с XI века, Раши начал в Провансе, начал работу по отбору свитков и восстановлению истинного текста. Потому что мы понимаем, что каждый переписывок вносил, это не свиток Торы, это не пророки, он вносил свои какие-то пояснения, когда ему что-то не нравилось, и какая-то логика того или иного куска не удовлетворяла его, он мог что-то изменить. Раши проделал большую работу по восстановлению истинного свитка Торы. До сих пор существуют варианты, которые называются гирса. Да, тот или иной вариант прочтения Талмуда, когда могут быть разные слова, это бывает весьма и весьма принципиально. Но мы опираемся на гирса, как правило, на гирса, на тот вариант, который был составлен Раши. Впервые Талмуд был напечатан в Испании, незадолго до изгнания евреев. Но та печать, которая была в Испании, она не вошла как признанный канон. Каноническим листом стал Талмуд, который был напечатан в Венеции в типографии Бомберга. И лист Талмуда, может быть, многие знакомы, представляет из себя на сегодняшний день текст Талмуда, который идет в середине. Мы с вами его видим. И он идет без огласовок, естественно, без точек и без запистых. Часто встречаются арамейские слова, арамейские фразы и даже куски на арамейском. И поэтому сам текст представляет из себя большую трудность и большую проблему для прочтения. Нужно обязательно иметь учителя и заниматься уж, по крайней мере, несколько лет с учителем для того, чтобы освоить вот этот текст без точек и без запятых и иногда интуитивно понимать, где сделать паузу. Теперь то, что у нас есть основное с вами, это ближе к корешку, или, скажем, вот можно отметить, наверху печатается название масс-эхты и глава, да, название масс-эхты и глава, да. И дальше в стороне печатается, ну да, название масс-эхты. Вот здесь у нас масс-эхты пхурот, это 26-й лист, как мы с вами видим, да. И перик, который называется «Алу-кех-бе-има», тот, кто покупает скотину у другого человека, это третья глава в хурот. Да, теперь ближе к корешку всегда печатается раши. Вот мы видим здесь раши, так называемый шрифт раши. Да, и раши, как мы знаем, он сделал сквозной комментарий на весь Талмун, за исключением отдельных трактатов, о чем тоже можно потом будет поговорить. Эту работу заканчивали его внуки, в общем-то. Вот, а с другой стороны, напротив раши, печатается комментарий, который называется «Тософот». Это ученики раши, школы, которая возникла после него. И существовало 200-300 лет после него существовала школа «Тософот». «Тософот» — это дополнение. Да, и где-то в 1200 году, позже, трудно сказать точно, делалась одна из редакций «Тософот» уже в земле Израиля. Итак, это вот лист, который стал таким каноническим, потому что в типографии Бомберга, скажем, ей удалось сделать наиболее удачное расположение листа. Вот мы понимаем специфику передачи Талмуда из поколения в поколение. Это свитки, тексты, которые не обладают той же святостью, что и Тора, и пророки. Каждый берется переписывать, каждый берется вносить свои изменения, и потом требуется в какой-то момент работа мудрецов тщательная, очень скрупулезная, для того, чтобы вернуться, по крайней мере, с большой-большой точностью, вернуться к истинному тексту, к тексту, который был изначально. И это как бы наше такое замечание. Первое, мы посмотрели с вами, как писался Талмуда Друки, и посмотрели издание, представили себе лист Талмуда, движемся дальше. И наш вопрос, можно ли вывести законы Торы из текста Торы. Давайте возьмем пример. Где-то я дал перевод, где-то мне показался он, скажем, уместнее говорить на иврите. Давайте возьмем с вами такой момент из книги «Шмот». В книге «Шмот», как вы помните, есть глава Мишпатин, которые мы с вами пытаемся избирать, разбирали суды. И тут, говорится, такая посылка в 21 главе, в 24 предложении говорится, «Глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, ожог за ожог, рана за рану». Можно сказать, синяк за синяк. Я дико изменяюсь, ты можешь только убрать изображение этих значков, потому что оно может путать людей. Да, обязательно, обязательно. Справа от «АЗ», справа от «АЗ», «АЗ» стрелка. У меня просто оказывается закрыта часть. Да-да-да, вот на этом, нажми, пожалуйста. Уходит, не уходит. О, ушло. Хорошо, замечательно. Теперь, мы с вами должны представить из этой известной фразы «Глаз за глаз, зуб за зуб», мы должны с вами представить себе, можем ли мы сказать, что можем ли мы сказать на основе логического, на основе простого прочтения Торы, что человек, который нанес другому увечья, ему полагается такое же увечья. Или полагается телесное наказание, его надо выпороть, допустим. Можно ли так прочитать эту фразу «Глаз за глаз, зуб за зуб». И некоторые действительно читают так эту фразу, и сколько было пролито чернил, сколько было, чтобы доказать, что в древности был такой закон, а потом этот закон изменился по мере развития общества и так далее. И для того, чтобы что-то выводить из Торы, безусловно, надо принимать во внимание весь ее текст. И мы с вами переходим к чуть выше, поднимаемся в 18-е предложение и читаем здесь, что значит, есть человек ударит человека камнем, кулаком, и тот не умрет, а упадет в инофальный мешкав и, как говорят по-русски, сляжет, сляжет в постель, заболеет, не будет ходить. Если он встанет и будет ходить, опираясь на палку, то есть ему нанесено какое-то увече серьезное, то должно быть спрошено с того, кто ударил, должно быть спрошено с того, кто ударил, но он чист от ответственности за убийство, однако рак, он должен дать ему, компенсировать ему его простой в работе, временной или постоянной, и должен излечить его, или привезти ему врача, либо дать деньги на излечение, это обязанность того, кто нанес другому телесное повреждение. И вырезав кусок из Тора, и сконцентрировавшись только на нем, мы приходим к ошибке и полагаем, что глаз за глаз можно трактовать как физическое наказание тому, кто нанес какой-то ущерб человеку. Обратившись к другому предложению, мы видим, что там ясно сказано, что в случае телесного повреждения у человека есть ответственность материальная. Материальная ответственность, она очень по закону Тора очень, скажем, непростая, да, нужно и вылечить человека, а если невозможно вылечить его, то нужно компенсировать ему нанесенные увечья. И Тора не говорит в каком размере, однако это определяется судом. Так что это пример того, что человеку очень трудно вывести закон из прямого текста Тора. Для того, чтобы это делать, для того, чтобы выводить закон из текста Торы, нужно держать всю Тору в голове, нужно понимать все ее ходы и переходы взаимосвязи всего текста, тогда есть шанс, что у человека будет представление о, скажем, по крайней мере, как очертить какой-то круг закона. Однако понятно, что мы в наше время это не делаем, мы не выводим законы из текста Торы, на это существует Талмуд. Так как Талмуд, он учитывает все стороны и естественно, что мы опираемся на людей, которые упоминаются на его страницах, на их высказывания. И если мы хотим знать, познакомиться с законом Торы, то нам нужно погрузиться в Талмуд, а не пытаться непосредственно вводить закон из текста Торы, потому что тот пример, который я привел, он довольно простой, но тем не менее практика показывает, что эта ошибка очень распространена. Не прочесть то, что написано двумя строчками выше и делать выводы, не понимая принципов Торы, как говорит Тора, и то, что мне все взаимосвязано, эта ошибка очень распространена. Так что у нас единственный вариант для того, чтобы представить себе объем закона и связь его, ту или иную связь его с текстом Торы, у нас с вами только есть единственный вариант, это обратиться к Талмуду, к мудрецам, которые проделали определенную работу по определенным правилам для того, чтобы представить нам закон. Но тем не менее, скажем, если мы с вами откроем Талмуд, то мы далеко не всегда сможем найти у мудрецов точный математический вывод, логическую связь. Очень многие моменты передаются по традиции. Несмотря на то, что существуют правила вывода закона из текста Торы, но о них попробуем дальше поговорить, несмотря на это, очень трудно требовать от Талмуда, чтобы он тебе построил четкие логические математические связи закона и текста Торы. Показал тебе, как из текста Торы вытекает закон. Давайте мы с вами откроем такой момент. Опять же, откроем с вами текст Торы и посмотрим, как он отражается, как он находит свое отражение в Талмуде и есть ли опять же математические пользуются здесь математическими правилами при выводе закона. Здесь перед нами с вами текст из книги Ваикра и тот момент, который рассказывает нам о празднике Суккот. Все хорошо помнят, что в Тишлеи 15 числа месяца Тишлеи через 5 дней после Йом-Кипур начинается праздник Суккот, когда у Слави Израиля есть обязанность сидеть, есть, можно сказать, спать в суке, в таком шалаше с непрочной крышей, не вдаваясь в подробности и есть обязанности каждый день брать в руки, соединять в руках 4 вида растений. Можно говорить о смысле заповедей, но сейчас наша задача посмотреть, как они записаны в Торе и что они говорят мудрецы в Мишне, как мудрецы видят текст Торы в Мишне. И возьмите себе в первый день плод дерева Адар. Вот я взял чужой перевод и здесь очень хорошо вместо того, чтобы переводить непереводимое, взяли еврейское слово дерево Адар. Адар это великолепное, красивое, можно даже сказать иногда и обладающее каким-то излучением, может быть, Адар. Вот ветвь молодую, ветвь молодую пальмовую, капот Тамалим, молодую пальмовую ветвь, и ветвь дерева Вервенова, тоже русский перевод очень я бы сказал точный, хотя и забавный, но очень точный. Это вот, как бы дерево плетешка, дерево, на котором что-то как-то переплетается. и ив речных, и ветки от речной ивы, и веселитесь перед Богом всеми вашим семь дней. Мы видим здесь с вами четыре вида растений, плод дерева, пальмовую ветвь, ветвь какого-то дерева Вервенова, и речные ивы, наша обязанность каждый день праздника суббота соединять их вместе. Опять же, я не даю сейчас подробности, каждый день праздника, не каждый день праздника, все это требует вывода, так что определенные неточности, вы уж не простите, вот, они для нас не важны, как бы, сейчас детали, там, скажем, а вот важно посмотреть, как и как текстуры отражаются в Мишне, да, и что мы можем понять из этого. Вот прежде всего, да, как нам определить это дерево красивое, да, и как нам определить это сплетение дерева, которое, как бы, в нем что-то сплетается, да, вот, и Гемару в трактате Суккот нам говорит так, научили наши мудрецы, плод дерева Адар, плод дерева красивого, да, это дерево, у которого, у которого вкус дерева и его плода равны, то есть вкус дерева и плода они одинаковые, да, и тогда я могу сказать, говорит Гемару, что это и тракт. Дальше начинается рассуждение, да, но нам важен вот этот момент, да, для того, чтобы определить дерево, мы видим, что у мудрецов есть какие-то знания, которых у нас нету, которые они нам не раскрыли, знания, которые не содержатся ни в Вишне, ни в Талмуде, да, может быть, мы не найдем их и в еврейской мистике, и в книге Зор, да, а если даже найдем, то мы не будем уверены, что вот то, что мы выучили, это самое главное, и основываясь на это, мы можем прийти к выводу, что к логическому выводу, что единственное дерево, которое подходит для исполнения заповедей, это и труб. Да, мы можем представить себе, да, что мудрецы, мудрецы знают, они говорят об этом совершенно, геморрад в этом совершенно не говорит, мы можем представить себе, что мудрецы знают, что праздник он направлен как-то в будущее, он рассказывает о будущем, о будущем исправлении мира. Вот суху, которую мы строим, она похожа на мир, который мы делаем, исправляем своими руками. И вот четыре вида растений, они похожи, мы их берем в руки для того, чтобы приблизить мир к тому времени, когда он будет похож на сад Эден. Тогда они говорят, что мы знаем про сад Эден, что главное дерево там, дерево светящееся, как можно сказать, Адар, из какой-то изучения дерева светящееся было дерево жизни. А что мы знаем про дерево жизни? Мы знаем про него, что у него вкус ствола был такой же, как вкус плода. Опять же, это имеет свое значение. Мы видим мир, в котором не разделено форма и содержание, средства и цель. Скажем, дерево ближе к форме, плод ближе к содержанию. И вот мы видим, что они совершенно не разделены друг с другом. И много других идей. Но вот мы знаем, что есть такое дерево. И тогда мы на лице говорим, так, значит, какое же у нас есть дерево, у которого плод имеет такой же вкус, как и сам ствол. Это итрог. И это дерево, как бы в нем отобразилось наиболее четко какие-то свойства дерева жизни, вот у нас. И поэтому Тора заповедовал его брать в суху. Примерно такая логика, которая осталась за кадром, опять же, они нам не сказали ничего. То, что мы можем представить себе, что просто есть знание, которое передается из поколения в поколение. И совершенно невозможно из текста Тора определить, что такое Эд Садар, что такое дерево, что такое дерево светящееся, прекрасное, великолепное. И из поколения в поколение передается, что это итрог. И ничего по-настоящему мы здесь вывести не можем. Или нам мудрецы не раскрыли толком, как бы всю подноготную, как что, почему вот именно это дерево. Так что остается опираться только на традицию. Дальше мы можем представить себе, что есть вообще следующий вопрос. А какое дерево является итрогом? Я вот могу, например, грушу, допустим, принять за итрог. Или лимон принять за итрог. Откуда мне знать, какое дерево является итрогом? Эта традиция хранится. Хранится, как, понятно, капустная традиция. И как бы с этим делать нечего. Есть, скажем, есть моменты, которые невозможно вывести, которые невозможно записать и описать. Они передаются, как устная традиция. И вот то, что мы с вами прочитали, что такое дерево светящееся, дерево прекрасное. Это у него вкус, как дерево и плода, один и тот же и так далее. Это, в общем-то, не вывод. Это вещи декларативные мудрецы нам передают традицию, передают какие-то свойства дерева, которые описаны в Торе. А для того, чтобы узнать, какое это точно дерево, нужно пойти к мудрецу-специалисту и спросить, это итрог или не итрог. Так что Тора в значительной степени осталась устной. И мы видим, что невозможно некоторые моменты вывести из текста Торы. Теперь мы посмотрим с вами следующую мишну и увидим, что есть и другие проблемы. Каждый из мудрецов читает Торы по-своему. Скажем, если мы попробуем определить с вами количество. Нам нужно взять плод дерева. Ну ладно, хорошо. Плод дерева, он, допустим, должен быть один. А вот ветки ивы и ветки мирты, сколько их должно быть? Когда мне говорится, что я должен взять ветку дерева, ветку дерева такого, как плетёжка, как верёвка. Кстати говоря, тоже по традиции известно, что это мирты. Я не стал просто дальше разворачивать эту мысль, что дерево, как плетёжка, это мирт, потому что у него листья подходят один к другому, они как бы тянутся вверх, и он представляет, что это похоже на такую верёвку или цепочку. Опять же, это объяснение, это внешний мирт. Трецы просто знают это и знают те свойства, которые связаны с этим деревом и почему его Тора выбрала как один из ветрастений. Но дело не в этом. Я сейчас хочу определить, сколько веток мирты и сколько веток ивы мне брать. И вот я открываю с вами Мишну. Мишну, опять же, из трактата Суккот. И Раби Ишмаэль говорит, три ветки Адаса, три ветки мирта, и две ветки Равы, две ветки Ивы, две ветки Вивы, это я тоже то, что должен взять для того, чтобы исполнить заповедь Суккот. Лулаф один, ветка, молодая ветка пальмы, у которой листья плотно ещё, плотно прикреплены друг к другу, это один, и трок один. Дальше детали, что если там надломаны и так далее, это ладно на данный момент, а вот Раби Акиба говорит, так же, как Лулаф один, и трок один, и одна ветка Адасы, и одна ветка Равы, одна ветка Мирта, и одна ветка Неивы. Почему? Мне трудно себе представить, на чём основывался, то есть я понимаю, что Раби Ишмаэль, он, когда говорится ветки, он берёт ветки Ивы, он берёт множественное число, и берёт три ветки, потому что, скажем, можно было бы сказать две, это уже множественное число, но он берёт Адас, Мирт, как три ветки, и понятно, что количество Мирта должно отличаться от количества веток, должно отличаться от количества веток Ивы, и у него получается три Мирта и две Адасы, две ветки Ивы. Раби Ишмаэль читает, читает множественное число, он читает, как единственное, ветки, он говорит, мне достаточно одной ветки, у него представитель, и Раби Ишмаэль исходит из того, что должно быть множественное число, две и три, Раби Ишмаэль говорит, нет, ветки – это представители этих веток, как одна ветка, и одна ветка Мирты, и одна метка ветка Раби. Интересно, что в данном случае Галаха не как Раби Акива, а как Раби Ишмаэль, и просто как бы в качестве, скажем, такого интересного момента я хотел вам показать такую картинку. это монеты периода восстания Барковбы, и с правой стороны, то есть это одна из сторон момента, монеты изображает вход в храм, который, по всей видимости, был восстановлен на какое-то время, во время восстания Барковбы. А с обратной стороны монеты, которые тоже здесь показаны, мы видим Итрог, Лулав, и можно догадаться ветку Ивы и ветку Мирта. Мы видим, что это одна ветка Ивы и одна ветка Мирта, так как постановил Раби Акива. И поскольку Раби Акива был вдохновительным восстанием Барковбы, то понятно, что Галаха у Барковбы была по Раби Акиве, а не по Раби Ишмаэлю. Раби Ишмаэль, напоминаю, он сказал три ветки Мирта и две ветки Аравы, две ветки Ивы. А Раби Акива сказал, одна ветка Аравы и одна ветка Мирта. Это просто как бы интересный момент, который мне хотелось отметить вместе с вами. А здесь то, что мы можем представить себе, что мне очень трудно. Я вижу, что мудрецы по-разному читают тексту. Для одного ветки это указание на то, что веток должно быть несколько, а для другого ветки указание на то, что должен присутствовать вид, вот такой вид, который указан в истории, вид Мирта и вид Ивовой ветки. Кто прав, не знаю, никогда не узнаю. Я не могу представить себе, из чего они исходили. Даже если, скажем, представить себе, вообразить такой момент, что вот интеллектуально я как-то могу быть равен мудрецам. У меня нет информации. У меня нет информации, совершенно нет информации, базовой информации, как читать текст Торы. Как следует читать текст Торы. По всей видимости, есть несколько вариантов прочтения. И тот и другой может быть использован для вывода закона, Галахи. Я совершенно здесь бессилен. Могу идти только за мудрецами, могу идти за мешной, разграть их мнение и пользоваться теми правилами, пользоваться теми правилами вывода Галахи, которые существуют. То есть, передо мной есть Толмунда, есть правила вывода Галахи. Обычно Галаха, или обычно Галаха, как Раби Акива, но здесь нет. Есть несколько моментов, есть несколько мест, когда Галаха идет по Раби Ишмаэлю. И вот в данном случае это так. Ну и опять же, сколько можно заметить, что Барковба давно-давно, до того еще, как была записана Мишна, он придерживался, как мы видели, постановлений Раби Акива. Это, скажем, еще один пример того, как очень трудно или даже практически невозможно построить связь закона с Торой, даже ретроактивно. Когда я знаю законы, когда я знаю текст Торы, мне очень трудно восстановить между ними логическую связь. Так, вот, посмотрим, попробуем посмотреть дальше, то, что мы можем с вами усвоить. Как правило, как правило, в Мишне как правило, в Мишне не приводятся доказательства. Как правило, в Мишне не рассматриваются, не приводится спор мудрецов, и мудрецы не доказывают свое мнение. Это происходит уже в, это уже происходит в Гемале. Как мы с вами говорили, Мишна – это короткие отрывки, записи, высказывания мудрецов. Однако, есть моменты, да, которые, есть моменты в Мишне, когда мы можем представить себе есть основы, по крайней мере, основы спора между двумя мудрецами или между двумя школами. В качестве примера я хотел привести вам, в качестве примера я хотел привести вам Мишну из трактата «Броход». задача как бы в этом рассмотрении, в рассмотрении этой Мишны еще раз понять, что мудрецы по-разному читают текст Торы и то, и другое прочтение совершенно правомерно. И я, опять же, остаюсь как бы с… мне остается только развести руками и сказать, что я не знаю, кто из них прав. Если бы мне не подсказали, по какой школе идет Галаха, то я бы совершенно не знал ни как читать предпочтительнее, ну, прощение правильное, как предпочтительнее читать текст Торы я бы совершенно не знал. Я бы не знал, что мне делать в жизни, по жизни, как говорят. Вот. И это Мишна у нас с вами из трактата «Броход», из первой главы. Здесь говорится так, не вся Мишна, опять же, нам нет необходимости рассматривать все Мишну, Бейт Шамай, школа Шамая, говорит, вечером каждый человек пусть приляжет и читает, а утром встанет, как сказано, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь. Мы понимаем, что речь идет о законе чтения чтения отрывка «Шма», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один», известный отрывок из книги «Варим», который положено читать утром и утром и вечером. Бейт Шамай добавляет такой момент, он говорит, что нужно вечером сесть или лечь даже и тогда читать «Шма» лёжа, отрывок «Шма» лёжа, а утром нужно встать и читать отрывок «Шма» стоя, но обязательно нужно встать, если даже ты стоял, то нужно присесть и встать, то есть должно быть сопряжено с действием. Бейт Шамай говорит вечером каждый человек пусть приляжет и читает, а утром встанет, как сказано, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь, как говорит в самом отрывке «Повторяй слова эти, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь». Бейт Шамай видит конкретное действие. Ложишься, ты встаешь, ты должен делать это действие. Мы тут же можем заметить, что у него он не отбрасывает время, он говорит вечером, вот вечером ты должен читать «Шма», и утром ты должен читать «Шма», и понятно, что это написано, когда ты ложишься, и когда ты встаешь, как бы вечером, утром, не вдаваясь в подробности, но кроме того, он говорит, это указывает на действие, ты должен физически встать, ты должен физически лечь, да, вот. Абейд и Лель, говорят, каждый человек читает, как он привык, как сказано, и идешь по дороге, да, когда ты встаешь, когда ты ложишься, и когда ты идешь по дороге, вот это «идешь по дороге» для меня определяет все, да, то время, почему же сказано, когда ты ложишься, и когда ты встаешь, да, зачем это сказано, когда ты ложишься, и когда ты встаешь, можно подумать, что действительно, Гейд Шамай прав, да, нужно встать, нужно лечь, да, Гейд Гейд говорит, в то время, когда люди ложатся, и в то время, когда люди встают, это указывает на время, когда ты ложишься, и когда ты встаешь, да, Я даже не говорю о тебе конкретно, а я говорю об усредненном таком понятии, когда люди идут спать. Вот когда все люди идут спать, все равно ты идешь спать, не идешь спать, настало время читать, а больше я ничего из этого не выучиваю, я не говорю о каком-то действии. Мы опять видим с вами два разных варианта прочтения текста. По всей видимости, тот и другой правильный. И я не в состоянии решить, какому из этих вариантов следует отдать предпочтение, по какому из них следует строить Галаху. Для этого мне нужно подсказать, здесь довольно просто. Мы знаем, что Галаха, кроме величайших случаев, она всегда идет по школе Илеля. Все я выучил, как мне делать. Но понять, как выводится закон истории, я не могу. Есть одно прочтение, есть другое прочтение. Какое прочтение более предпочтительное, развожу руками. Я вот вижу, что в чате есть вопрос, я попытаюсь сейчас с ним соотнестись. Нужно сказать, как бы, чат, 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 открываем чат, он открывается, а я его не вижу. Мне нужно для этого шеростановить, для того, чтобы увидеть чат. Нет, у тебя есть в опции МОР, но я могу тебе пока что зачитать. В опции МОР у тебя... Вот, я вижу, вижу. Да, он почему-то не сразу не открылся. Если мудрецы не раскрывали информацию, из которой исходили, значит ли это то, что они считали ее неважной для следующих поколений, или были уверены, что она сохранится? Скажем, трудно сказать точно, это только как бы факт, что до записи Мишны были мудрецы, которые, скажем, можно сказать так, что, забегая вперед, что время мудрецов Талмуда, может быть, многие из вас знают, оно делится на Танаим и Амараим. Слово Тана означает учить, учил. Танай – это тот, кто учит. А Амара, как вы чувствуете, от слова Амар сказал – это тот, кто говорит. Здесь просматривается семантика этих слов, что есть учитель, у которого есть учение, а есть только тот, кто говорит и тот, кто повторяет. Танаим, эпоха Танаим, она начинается с Шимона Цадик, он считается первой Тана, первый учитель, и продолжается до Раби Уда, до Раби Уда Анаси. Раби Уда Анаси, можно сказать, последний Тана. Правда, его ученики некоторые также считаются на уровне Танаим, учителей. Ну, опять же, нам не важны совершенно детали, не обязательно вступать все споры. Там, скажем, Раби Хио, ученик Раби Уда Анаси был, Тана или Буламора, не важно. По большому счету ученики Раби Уда Анаси относятся уже к эпохе Амараи. Эпохе Амараи говорили, что мы не понимаем смысла высказывания мудрецов. В каком смысле мы не понимаем внутреннего смысла высказывания мудрецов. Мы понимаем, о чем они говорили, мы понимаем границы закона, мы понимаем правила вывода закона, но внутреннего смысла мы не понимаем. И понятно, что внутренний смысл закона передать труднее всего. Естественно, он не пропадает, он сохраняется, безусловно, иначе бы все это было бы похоже не на живое учение, а на какое-то мертвое увядшее дерево, не дай Бог. Да, безусловно, смысл сохраняется, но не на таком уровне, чтобы мы могли вводить закон. И по какой причине мудрецы не передали смысл, трудно сказать. Да, возможно, что это просто, возможно, просто это очень-очень трудно, очень трудно сделать. Скажем, если я рассуждаю о законе, у меня есть определенные правила вывода закона, о которых мы будем говорить, я могу тебе об этом рассказать. Вот есть такое правило, есть такое правило, у меня есть такая строчка, а есть другая строчка, я соотношу, делаю соотношение между ними, смотрю, что я могу взять из этой строчки туда, из той строчки взять сюда, и я получил что-то. Мудрецы мне эту работу в Талмуде, они мне ее обозначили. А вот для того, чтобы передать смысл, тут нужно обладать колоссальной информацией. И, скажем, я бы сказал, философского плана, нужно представлять себе, как устроены духовные миры, а это требует как бы философского представления. Нужно уметь оперировать как, скажем, математики еще лучше, понятием бесконечности. И, скажем, обладать очень многими знаниями, и мудрецы предпочли не раскрывать их, Талмуд он сделан для всех. И понятно, что далеко не все, а может быть в наше время на таком уровне, как они этим обладали, никто не обладает, не знаю, не буду утверждать, есть единицы людей, нет единицы людей, так далее, не знаю. Но понятно, что с этим есть большая проблема, подняться на такой уровень мировоззрения, на такой уровень понимания духовных миров и объем информации, который у них был, очень трудно. А Талмуд писался на поколение и писался для всех. Скрыли они информацию, не скрыли они, не ставили даже перед собой такой задачи, передать вот эту информацию, которая помогает увидеть в Торе, как выводится из Торы закон. Обсуждались ли мнения в Ешивах явные, в Вавилоне и т.д. Мы не можем этого, я, например, не могу этого знать, можно только угадать, потому что, опять же, наш источник – это Талмуд, который лежит перед нами. В Талмуде, опять же, это у нас дальнейший разговор, есть не только закон, но есть и то, что называется Агада, и там просвечивается разговор о духовных мирах. Агада требует нетривиального, ассоциативного, скажем, как минимум, ассоциативного мышления, силы воображения большой. И в ней, как бы, отразилось духовное учение, но скорее не духовное учение, а его искры и отмиски. Что делалось в Ямне, не знаю, могу только представить себе по круг тех вопросов, которые там обсуждался, по тому же Талмуду. Что делалось в Вавилоне, не знаю. Я, опять же, могу представлять только из информации, которая есть в Медраши, которая есть в источниках, что там делалось. А мы понимаем, что, вот уже понимаешь, наши источники, они не раскрывают всю духовную информацию в глубину всей духовной информации. И тут еще можно вспомнить то, о чем, что мы с вами говорили, и то свидетелями, чего мы с вами теперь являемся. Что Раби Акива, он разделил закон и то, что мы называем эзотерическое учение, условно, может быть, некоторые говорят, каббала, как угодно. Он разделил эти два момента. Закон он поручил записывать Раби Мейру. Раби Шимон Варюха на протяжении многих лет готовил к записи вот такое мистическое учение. И в результате его работы сложилась книга «Зоор», которая, опять же, я бы не сказал, что там все рассказано и все описано. Да, вот, и может быть, я, правда, не планировал особенно, но, может быть, в дальнейшем, только не сейчас, чтобы не сбиваться с тем, мы с вами приведем несколько примеров там «Зоор», как их можно понимать, без всяких каббалистических там терминов, без всяких спирот и так далее, которые только запутывают и затуманивают мозги. А, как бы, ту духовную информацию, я бы сказал, философского права, мы тоже называем «Махшевит Исраэль», да, еврейское мышление, скажем, да, вот как это можно понять «Зоор», попробуем, не обещаю, правда, сейчас трудно представить, как это сделать, да, вот, это, скажем, да, ответ на этот вопрос. Нам очень важно представить себе, насколько я понимаю, нашу традицию, ее свойства. А вот почему так сделаны, мудрецы, это, как бы, вопрос, который вот перед нами стоит так, постфактум, и его очень трудно решить, да, вот, мы с вашего разрешения пробираемся, пробираемся дальше, да. Значит, в качестве еще одного примера, в качестве еще одного примера Мишны, как бы, если так можно сказать, работы мудрецов, да, взгляда новейших мудрецов, и хотя бы взять с вами отрывок из Мишны, из Мишны Баба Кама, да, Ее Баба Кама, это Мишна, переводится как «Первые ворота», это Мишна из раздела незеким, раздела повреждений, в котором определяется ответственность человека за имущество, ну, и, как можем представить себе, и за здоровье другого человека, короче, разбираются вопросы, кто кому что должен за те или иные повреждения. Мы помним, что, скажем, если мы откроем с вами Тору, то мы увидим, что человек несет ответственность не только за то, что он сделал своим действием, но он несет ответственность и за свое имущество, за то, что он навредил своим имуществом. Так, я вот смотрю, что-то у нас в чате есть еще вопрос, я сейчас попробую с ним соотнестись. Если можно пару слов про традицию, или это было связано с законом побивания камнями, в каких случаях это могло быть? Вот, побивание камнями и так далее, вы знаете, мы давайте мы этот момент оставим, потому что он довольно, скажем, частный. И если говорить о четырех смертных казнях, которые предусматриваются законом Тора, и который описан так, то это долгий разговор. Понятно, что, скажем, то, что называется побивание камнями, на самом деле сбрасывание на камни, это предполагается за тяжелые преступления, как, например, за нарушение, за публичное, демонстративное, злостное нарушение субботы. Окей, так что мне очень трудно соотнестись с этим, давайте мы продолжим с вами, попытаемся представить себе. Значит, тут, наверное, нужно было бы выписать еще раз текст Торы из той же главы Мишпатим, что я не сделал, поэтому я скажу вам по памяти. Мы помним, что в главе Мишпатим говорится о том, что если человек откроет яму и другой упадет в нее, это ответственность того, кто вырыл яму. Если человек оставит своего быка без присмотра, и если он отвечает за быка, одна ответственность, если этот бык уже забодал кого-то или нанес кому-то повреждение, и другая ответственность, если этот бык сделал это первый раз. Человек также отвечает и за огонь, то, что если он разжег огонь даже на своем участке лично, но огонь перекинулся к другому, он несет за это ответственность. Давайте посмотрим, как мудрецы рассматривают этот отрывок Торы, или, скажем, эти посылки из главы Мишпатим, и что они отсюда выводят. Мудрецы нам говорят так, что есть четыре основные типа повреждений, которые человек наносит другому и отвечает за них, сделано это умышленно-неумышленно, отвечает за эти повреждения, и что же это за повреждения? Говорится, что это волк, это яма, это, скажем, зуб, и это поджог. Дальше, но как мудрецы рассматривают эти моменты? Ну, хорошо, я понимаю, что, да, за вола человек отвечает, это я уже видел в законах Торы, за яму выкопанную отвечает, зуб. Ну, хорошо, да, если оставил животное без присмотра, наверное, не только забадал, но и бы кусал, тоже отвечает. Но здесь мудрецы идут по принципу расширения. Они говорят, что такое, например, да, что такое огонь. Человек оставил на краю крыши кирпич, подул ветер, кирпич упал, да, и, не дай бог, упал кому-то на голову. Человек несет ответственность, так же, как он несет за поджог. То есть, все, что передвигается, все, что он оставил без присмотра в том месте, где это может быть, может нанести ущерб, это передвигается внешними силами, обычными внешними силами, такими, как ветер, да, вот, то за это он несет ответственность. То есть, все, что передвигается внешними силами и было оставлено человеком без присмотра, это называется огонь, да. Вот, да, что называется, что называется ямой, да. Все, что человек, не только яму, которую он выкопал в общественном месте, но и все, что он оставил в общественном месте, да, будь то, скажем, режущие предметы, или то, во что другой человек спаснется и повредит, а все, что он бросил, оставил без присмотра в общем владении, там, где ходит большое число людей, он несет за это ответственность, так же, как по всем тем законам, за которые он несет, и за яму, которую он выкопал в общественном месте и оставил ее без присмотра, да. Теперь есть, есть рог и зуб. Молодцы разделяют так, то есть, волк, они говорят, что это рог, и есть зуб отдельно, говорится, есть копыты, есть разные, как бы, разные ответственности за повреждения, которые наносит скотина, рог, это если, да, она не получает от этого удовольствия, неважно, обороняется, она нападает, она не получает от этого удовольствия, зуб, если она что-то ест, да, и так далее. То есть здесь мы видим с вами, опять же, интереснейшее отношение к тех структуре, которое, я думаю, мы сами не могли бы себе позволить, да, взять и расширить закон, взять и расширить закон Торы, рассматривая те моменты, которые приведены в Торе, те ущербы, которые указаны в Торе, рассматривая их как примеры, которые следует максимально расширить, да. Что я могу сказать про огонь? Это то, что человек, то, что движется не силой человека, но человек виноват, что он, скажем, положил это в определенном, в определенном месте, да, или начал свое дело в определенном месте, да. Что я могу сказать про яму, да, это мне, как мудроцы говорят, совершенно не важно, да, яма или это не яма, это то, что человек оставил в общественном месте, это повредило другим, да, все, что он бросил, все, что он оставил без присмотра, с намерением забрать, потом не забрать, потом совершенно не важно, да, вот это я так расширяю понятие яму, то есть максимальное, то есть максимальное расширение, да. Опять же, не знаю, кто бы из нас взял ответственность на себя вот так вот увидеть, что Тора говорит не о конкретных понятиях, а дает пример, требующий максимального расширения. Так, здесь я хочу, здесь я хочу остановиться, да, и послушать, что вы скажете, ваши вопросы, реплики, замечания и так далее, да. Вот, следующий, как бы, момент, который я планирую с вами сделать, это посмотреть те правила вывода закона, правила вывода закона Тори, упорядоченные, которым пользуются мудрецы, и, как бы, заранее говоря, убедиться, что мы этими правилами пользоваться совершенно не можем. Опять же, нашей основой остается Талмуд. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов к этому ответить. Вопрос чертский, смотрите, Раби Шмейл и Раби Киев это одно поколение, были прямые встречи и обсуждения у ведущих, так сказать, лидеров. И Раби Гилель и Шмейл тоже одно поколение, понимаете? То есть, это единый... То есть, наверняка были обсуждения у Раби Киева. Там 20 тысяч учеников, это колоссальнейшая, так сказать, армия, понимаете? Так, ну и что мы будем делать с этим? Нет, обсуждения разных точек времени наверняка были. Какая платформа для обсуждений была? И что значит платформа? Как бы из чего исходил Шамай, из чего исходил Исгелель, как вы хотите сказать, да? Об этом спрашиваете? Почему он и почему Шамай взял именно такое прочтение, а Илель взял именно такое прочтение? То есть, прямые обсуждения между ними были, вот, это же школа Елеля и Шамая. Безусловно, то, что у... почти у каждого... подавляющее большинство споров, которые мы видим с вами в Талмуде, это прямое обсуждение между современниками. Один может быть старший, другой может быть младший, но они современники. Иногда, очень редко спор возникает через поколение, когда берут какое-то высказывание и, скажем, возражают против него, и приводится другое высказывание того же автора в поддержку против этого возражения. Это бывает. Но большей частью то, что мы видим в Талмуде, это споры между современниками, которые жили в одно и то же время и занимали разные позиции практически по всем вопросам. То есть позиции просто фиксировались и все? Позиции просто... Позиции. Да, это то, что мы с вами пытаемся представить. Что, нет, спор между ними есть. Спор между ними есть. Приводятся цитаты, истории. Приводятся... Может быть, мы этому также уделим внимание. Я вижу, что круг вопросов, которые надо рассмотреть, у нас все растет. Приводятся цитаты. Один приводит одну цитату, другой приводит другую цитату. Пользуются по правилам вывода. Другой находит у своего собеседника, у своего противника ущерб в его правиле вывода. Тот отвечает и пытается закрыть брешь, пытается убрать тот недостаток, который есть в его доказательстве. Это все происходит. Чего нету, что отсутствует, это глубинная сторона закона. То есть никто не говорит, почему он так смотрит на вещи, почему он так видит. Или, по крайней мере, большей части это отсутствует. Скажем, если... Если по памяти привести какой-либо спор. Я сейчас пытаюсь представить себе, что может быть наиболее такое яркое. Давайте, скажем, секунду. Ну, можно взять, скажем, это не совсем относительно закона спор, но тем не менее. Мы помним, что школа Шамая и школа Елеля спорили о том, что сотворено раньше. Скажем, из этого спора есть тоже последствия. Шамай говорил, что небеса сотворены раньше, а Елель говорил о том, что земля сотворена раньше. Шамай, для того, чтобы доказать свою правоту, он привел первый посыл к истории и сказал, что в начале Всевышний сотворил небо и землю. Ну, ты же видишь, написано, да? А Елель привел ему вторую главу, начало второй главы, где говорится, вот родословное небо и земли, в день сотворения земли и неба. Ну, говорит Елель, ты же видишь, земля стоит на первом месте. Вот, Шамай ему говорит, да, по-твоему, по-твоему, получается, что, да, по-твоему, вот. И, скажем, да, то есть мы видим, что каждый приводит свои доказательства, пользу аргумента, иногда спор, или большей частью спор не кончается ничем, и нужно знать правила вывода Галакти, и нужно знать, по кому идет Иллаха, по кому утверждается закон, да? Вот, и это то, что можно сказать, я учту, постараюсь подготовить вам какие-то споры более подробно, да? Окей. Есть что-то, что еще хочется спросить? Так, а вот был сразу, как только возникло... А тут только секунду, есть вопрос в чате. В чате, в чате. Смотрим чат. Смотрим чат. Никак не могу выйти на чат. Я, наверное... Я внизу пузырь, или я могу тебе зачитать, для быстроты дела? Давай, если можно. Олег, спасибо. Вот я нашел, да. Мы рассмотрели случаи в ВВД, когда закон, по крайней мере, в каком-то виде упоминается в секс-теторе, но есть же аллахот, речи о которых в Торе нет. Как выводятся они? Тут нужен какой-то пример, да? Нужен какой-то пример. Мне, например, трудно представить себе закон, которого совершенно нету никакой опоры в Торе. как бы он совсем висит в небесах, да? Трудно мне представить такой закон. Окей. Если вы дадите какой-то пример, то, может быть, можно было бы обсудить. Я даже не представляю, скажем, да? Вот, скажем, взять законы Тфилин. Да, может быть, у них есть много подробностей, которые мы не можем увидеть в Торе, но изначально сказано, набежи на руку свою и пусть будет украшение между глаз твоими. И поскольку предпочтительное понимание Торы, понимать все буквально, то мы сразу понимаем, что есть обязанность набязать слова Торы, о которых вот говорилось выше только что, да, слушай, Израиль, вот эти слова привязать буквально к руке. Отсюда появляется заповедь Тфилин. Дальше есть много деталей, которые, может быть, действительно, детали закона, они, может быть, не указаны в Торе. Какой должен быть Тфилин, а почему он должен быть обязательно такой, как куб, кубический, почему у него должны быть углы четко выраженные, и почему у него должны быть ремни из кошерного животного, почему нельзя привязывать его веревками. это детали, которые действительно очень трудно найти зацепку в Торе. Хотя, может быть, хотя, может быть, и как-то мы сможем это и найти. Но, действительно, детали закона часто, они не могут быть не привязаны к Торе. Но сам закон обязательно должен быть привязан к Торе. Трудно представить себе закон, который просто совершенно висит в воздухе, появляется в воздухе. Детали закона. Скажем, если мы с вами возьмем календарь, правило установления календаря, то есть в Торе месяц этот будет вам началом всех месяцев, говорит Всевышний Маше в Египте, и с этой строчкой связаны масса законов, масса законов, которые в Торе непосредственно не указаны. Все правила, сложнейшие правила построения календаря и расчет, расчет, скажем, периода картинки Луны на небе, который тоже как бы входит в закон, Рамбам описывает это как закон Торы в своей книге Мишна Тора, естественно, он не имеет прямой записи в Торе. Но указание на то, что этот закон был дан Всевышним, на то, что он идет к Маше, оно существует непосредственно в тексте Торы. Можно спросить, да? Да, пожалуйста, да. Скажите, вот Тораша БРП, которую Маше Рабейну получил на Гарисинай, она не была записана. То есть то, что записывали ученики Раби Акива, это уже были выводы из Тожбы, да? Поэтому получились проблемы с законами и там с ритуальными законами, например. И проблем с законом, я не вижу больших проблем с законом, чтобы они получились. Мы соблюдаем закон, и в общем-то мы не говорим о том, что какие-то законы утеряны, мы учим все, и законы ритуальной чистоты и нечистоты, которые сегодня не применяются, и законы жертвоприношений, все как-то, мы это учим на таком уровне, что мы вполне и вполне это можем соблюдать. Поэтому я бы не стал говорить, что у нас есть проблемы с законом и проблемы с передачей традиции, по крайней мере глобально. Таких проблем у нас нет. Теперь, то, что вы говорите, принято читать таким образом, что на горе Синай Маше получил Тору. Безусловно, он получил ее в каком-то виде, не только в виде скрижали, но в основном устная Тора, она формировалась, если так можно сказать, на протяжении 40 лет блуждания в пустыне, когда Маше заходил в Мишкан, в переносной храм, и там перед ним шли буквы черного огня на фоне белого огня, и он слышал голос. То, что он видел, он записывал в скиток, и так продолжалось на протяжении 40 лет, а то, что он слышал, он запоминал. То, что он запоминал каждый раз, в очередной раз, после того, как он был в Мишкане, он передавал Арону, Арону его сыновьям, Арону его сыновьям и старейшинам, Арону его сыновьям и старейшинам и всему народу. Да, и таким образом возникла устная Тора, устная традиция. Безусловно, то, о чем мы с вами говорим, что в Талмуде нашло отражение, наиболее полно нашло отражение, нашла отражение устная Тора. Мы не можем сказать, что устная Тора была записана, потому что записать ее невозможно, если есть вещи, которые невозможно записать. Но то, что она нашла свое отражение в книге, это мы можем вполне сказать, что Талмуд является отражением наиболее полным из всех возможных отражений в книге Тора. Вот это то, что можно сказать. Но опять же, скажем, естественно, многие знания, наверное, были утеряны, как можно представить себе, но проблемы с соблюдением закона у нас нет, потому что мы не, слава богу, не утратили уровень Тора на таком уровне, чтобы начать сомневаться, как нам делать это и как нам делать это. Что является кошерным, что является некошерным, как делать щиту животным и так далее. У нас этих проблем нет. Есть, скажем, может быть, есть такая проблема в плане закона, скажем, что в Торе перечислены птицы, которые разрешены для употребления в пищу, и птицы, которые запрещены для употребления в пищу. И кроме, в отличие от животных, кроме признаков, птицы не определяются только по признакам. Признак – это только часть. Она передается по традиции. Что это за вид птицы, которую можно есть? И мы знаем, да, это было утеряно. Вот, скажем, мы не знаем, каких птиц можно есть, за исключением просто единичных как бы птиц, как то курица, тормогой воду, как индюк. Вот, скажем, есть общины, в которых сохранилась традиция, они едят перепелов там и так далее. Вот, виды птиц мы утратили. Нам трудно представить себе, какие еще птицы, кроме курицы и индюка, они могут быть кошельными. Это да. То есть, безусловно, информация утрачивается, утратилась на протяжении поколений, но опять же, не до такой степени, чтобы мы не могли соблюдать закон. Ну, птиц не едим, нужно же делать. Как все хорошо знают, что тайманские евреи, они едят кузнечиков, потому что есть виды кузнечиков, которые являются кошельными. Мы, ашкенадские евреи, и часть сифарских евреев, понятия не имеем, чем один кузнечик отличается от другого. А главное, у нас нет такой традиции, какие у него есть признаки, кузнечика, который назван кошерным в Торе. Поэтому у нас пропало это дело. Вот эти тайманские евреи едят. Но, на мой взгляд, это все мелочи жизни. Закон мы сохранили, мы обязаны его сохранять в таком общем виде, и мы соблюдаем его. Естественно, что опять же, как бы, ключом сохранения закона стал Талмуд. И мы можем представить себе, что на протяжении истории те общины, которые либо отказывались от Талмуда, либо у них не было Талмуда по тем иным причинам, они просто растворялись, растворялись среди окружающих народов. Талмуд – это стержень, который сохраняет законы, который сохраняет нас. И теперь, да, теперь, теперь, вот езда в автомобиле пассажирам, или езда в траммай в шабак. И, ну, трудно соотнести со всеми, со всеми деталями. Езда, значит, нам тут можно говорить о том, что является постановлением мудрецов, что не является постановлением мудрецов, запрещена ли история езда в трамвае, запрещена ли она мудрецами, или это является только обычаем. Каждый такой отдельный закон, он требует детального рассмотрения. мне казалось, что наша первая, как бы, задача, вот, это представить себе текст Торы, да, и связь его с, и попытаться представить себе, можно ли вывести закон из книги Торы, можно ли вывести закон из книги Торы, по крайней мере, на сегодняшний день, как бы, можно ли это сделать. Это, как бы, вот такая первоочередная задача, заодно мы с вами познакомились еще с Мешной, вот, и, надеюсь, продвинулись как-то в понимании ее текстов. Если можно, у меня у самого есть некоторый вопрос, можно его задать? Пожалуйста, если я смогу ответить, с удовольствием. Борис, что да. Вот такое общее соображение из того, что сказал уважаемый Равин, меня как-то так не то, чтобы кольнуло, но, в общем, я несколько, не то, чтобы ошарашил, но в некотором удивлении, да, такая общая постановка о том, что мудрецы не ставили своей задачей объяснить, какая логика, почему они выводят тот и другой закон, и дальше. Если я это понял правильно, как это соотнестись с тем, что в современном мире, где мы живем, да, вот этот принцип прозрачности везде, в том числе, например, в суде. Трудно себе представить, что судья, например, в суде выводит решение о постановлении, и в этом говорит, что я вам как бы симухим, то есть аргументации я вам приводить не буду. Вот мне так кажется. А почему мудрецы как бы могли себе позволять? В кавычках спрашивали, да, позволять? Или это совсем другая логика, которая как бы нам непонятна, и она не соотносится с нашим современным миром? Что тут сказать? Я только могу сказать, что действительно это очень обидно, что мы не понимаем, можно сказать так, факт перед нами. Мы открываем геморрор, да, и она начинает, и споры, которые там есть, которые там ведутся, они ведутся о том, как делать, когда, в какое время, каким образом, да, вот мы возьмем сейчас, да, то есть это талмуд, да, и тут с этим делать практически нечего. Я не говорю об акадот, которые иногда связаны с законом, иногда связаны с текстом, это очень редко и очень мало. Вот мы открываем, да, как бы первое, мы открываем трактат в Рахот, да, и Мишна спрашивает, с какого времени читать, с какого времени читают Шмак, да, вот, мы не знаем, что такое Шмак, да, мы не знаем, зачем читают Шмак, вот, как-то, зачем читают Шмак, почему утром и вечером, почему важно вот это время, утром, утром и вечером, все это не разбирается. Может быть, где-то мельком, между строчками где-то мелькнет такое, промелькнет такое сообщение, которое, на мой взгляд, тоже не дает намного, а в лучшем случае пробуждает мысль. Вот оказывается, что идолопоклонники поклоняются Солнцу, и вот когда вставало Солнце, или еще даже свет, который появляется с того, как появилось Солнце, идолопоклонники поклонялись и Солнцу, и этому свету, и вот поэтому, когда появляется первый свет, и когда появляется Солнце, у нас есть обязанность сказать, сма, слушай, Израиль, Господь, Бог, Бог един, потому что идолупоклонники. Это мы узнаем уже через агаду в трактате Бракон. Нет подробного рассмотрения. А я могу спросить, так что я закон соблюдаю только потому, что есть идолупоклонники, а если их не будет, я уже не обязан закон. То есть набросок, наметка какая-то. И так вся гемара. И когда в начале трактата Бракон обращают на это внимание и говорят Тана Эйха Кани Каи Декатани Меймантань, где стоял Тана, учитель, что он начал учить, с какого времени. Почему он не разобрал, что такое же малосмысл единства Бога, провозглашения, что это важно утром и вечером и так далее. Но все это не разобрал. Он только спрашивает, с какого времени. И не надо спрашивать, почему это. Ответ, что Тана пришел из Торы. В Торе все это разбирается. И, короче, этот ответ намекает, что мы этими вопросами здесь заниматься не будем. Мы будем заниматься здесь законом и не будем заниматься его внутренней частью. для того, чтобы понять внутреннюю часть закона. Для этого нужно учить что-то другое, для того, чтобы понимать то есть или дополнительную информацию надо учить. Но это Талмуд, это факт. Причем ты, конечно, чувствуешь, что иногда у мудрецов есть информация, которую они не выкладывают. Опять же, выложить эту информацию очень трудно. Одно дело написать учебник для всех по алгебре, а другое дело написать учебник для всех по дифференциальному исчислению. И не всегда это скажем, не всегда это получается. Я говорю упрощенно. Могу сказать о своем могу сказать о своем личном опыте. Меня этот вопрос тоже очень беспокоил, очень волновал. И безусловно. И мне тоже было так же, как и тебе, мне очень тоже трудно было смириться, что речь идет только о речь идет только о действии. В 99% речь идет о действии, а не о внутреннем содержании действия. Мне не объяснил никто, что такое закон цицит и не объяснит. Трактат именно ход посвящено много времени законом цицит. Мне никто не объяснил, что такое голубая нить, зачем она нужна, чем она отличается от всего, от любой другой краски. Никто этого в Толмуде мне не объяснит. Взор тоже. То есть это и понятно, что эта информация важная, и может быть она очень-очень важная для нашего времени. И еще лет лет 30 назад я просто поставил перед собой личную задачу. Понять, что происходит в Толмуде за пределами разговора о действии, о конкретном действии. Вот как перерезать горло животным. Вот здесь вот можно, здесь нельзя, вот нужно рассечь до такой-то степени, а до такой-то степени это не годится, есть там, скажем, такое-то горло и такое-то горло там внутри есть и как-то. Вот что за всем этим стоит? И на протяжении 30 лет я разработал какую-то систему, да, систему понимания на определенном уровне, о чем идет речь, да, между мудрецами. И у меня даже был курс, был в Яшиве, вот, сейчас нет, но был, долгое время был курс в Яшиве, который назывался Шитоп и Талмуд, школа, школа в Талмуде. Прежде всего можно, то, что можно сделать, можно увидеть, что у каждого мудреца есть определенная, есть определенная позиция, да, я говорю, что мы не понимаем, почему он выбирает именно такое упрощение Торы, да, не такое, а такое упрощение Торы, да, не понимаем, да, я с своей стороны поставил задачу в первую понять, почему, скажем, Шамай выберет такое упрощение Торы, а Елель такое, почему их нельзя переставить, почему их нельзя переставить, просто можно переставить, как бы, вроде бы, да, непараллельной перестановкой, да, перепутать Елеля с Шамаем, да, я про себя могу сказать, что я Елеля с Шамаем никогда не перепутал, если просто положить два высказания, сказать, что одно Елеля, а другое Шамаем, обязательно, это, как бы, рассказываю просто про, как бы, про себя, да, вот это заняло много лет, пару десятков лет для того, чтобы понять на каком-то уровне, да, на каком-то уровне понять, почему, по крайней мере, один занимает такую позицию, а другой другую, они никогда не могут поменяться между собой, да, лет 20 у меня лежит на компьютере книга по-русски между Елелей Шамай объяснение, объяснение, почему один говорит так, а другой говорит так, да, вот, но это, как бы, моя, как бы, мои личные, как бы, проблемы, наработки, скажем, да, мне кажется, что мы придем к этому, мы придем к этому и придем к тому, что мы начнем понимать, понимать хотя бы на каком-то уровне внутреннюю логику Талму, да, и думаю, что это возможно, возможно восстановить, опять же, до какой-то степени, да, вот, но здесь не, здесь дело не в, здесь дело не в прозрачности, а здесь дело в трудности в трудности объяснения, да, в трудности объяснения, для того, чтобы понять внутренний смысл закона Торы, да, нужно, нужно пользоваться другой логикой, другими понятиями, да, вот, приведу, скажем, в качестве, в качестве примера, да, вот, в трактате Пхорот, который, из которого нам попался сегодня, и не случайно, просто я взял лист, который учат сегодня по системе Лиз в день, да, в трактате Пхорот на восьмом листе, да, рассказывается про Рави Ашуа, про его спор с, про его спор с греческими мудрецами, да, есть много деталей, очень интересно, каждая деталь она говорит, о чем-то, опять же, никто ничего не раскрывает, вот, кто-то что-то марал там, марша что-то приоткроет, дальше ломай голову сам, да, вот там один из моментов, один из моментов, что, когда Рави Ашуа возвращается, везет этих мудрецов греческих в Рим, потому что он поехал по поручению императора, да, он проезжает через место, где вода поглощает воду, и он набирает из этого места воду, и когда он приводит греческих мудрецов к римскому императору, то они начинают доказывать свою правоту, они выглядят очень наглыми, да, и тогда римский император говорит Рави Ашууу, ну, что ты будешь делать с ними? Рави Ашууу поставил бочку, налил туда воду, которая поглощает воду, и велел греческим мудрецам налить, налить, наполнить эту бочку, они стали наполнять, ее не могут, конечно, потому что вода поглощает воду, да, вот пока они все не выбились из сил, и пока они все не упали, они и так не смогли наполнить эту бочку, да, о чем идет речь, да, о чем идет речь, о том, что, о том, что в нашем мире, да, что в духовном мире действуют другие правила, да, что по аристотической логике, по аристотической логике, частное не может вмещать общее, да, и частное не может, часть не может быть общим, да, вот, а в духовной логике это не так, да, в духовной логике, и это находит отражение в комментариях, в правилах комментирования Торы, в духовной логике, частное, то, что невозможно по аристотелю, частное может вмещать себя общее, да, чатное может вмещать себя общее, и малое может вмещать себя большое, и малое может вмещать себя бесконечность, да, это вот та как бы декларация, то, что Раби Ивашуа знает место, где вода поглощает воду, где одна капля может вместить себя целый океан, да, и, но совершенно бесполезно говорить о том, что не проявляется в нашем мире, а это проявляется в нашем мире, просто это остается за пределами наблюдения обычных людей, я бы сказал, людей, которые пользуются философскими понятиями, или теми понятиями, которые им, скажем, представляет окружающий мир, да, если присмотреться, то мы увидим, что в каком-то смысле зерно, оно вмещает в себя целое дерево, да, вот, из зерна, из семени вырастает дерево, значит, в каком-то смысле это дерево там содержалось, значит, в малом зерне, в малом может быть большое, да, и таких примеров очень может быть много, и вообще в любом случае, в любом месте, где мы сталкиваемся с жизнью, мы сталкиваемся с этим вот явлением, когда малое содержит в себе большое, да, вот, и, скажем, да, вот, и так далее, дальше мы можем как бы развертывать это, развертывать это понятие, развертывать эти представления, да, еще Хармс писал, что в точке содержится бесконечность, да, очень интересное заявление, которое можно себе представить, да, вот, в точке содержится бесконечность, да, и, как бы тоже самое, то же самое представление о том, что малое может содержать в себе, малое может содержать в себе большое, да, это только малый, это только малый пример, да, малый пример, один пример, что для того, чтобы понять смысл закона, да, смысл закона нужно перейти совершенно на и совершенно на другой язык. Задача перед мудрецами стояла сохранить закон, показать все его стороны, показать связь закона с текстом Торы, хотя напрямую, как мы видим, может быть, и нету вот такой логической связи, или, по крайней мере, мы ее не видим, они ее не раскрыли. Это задача, которая стояла перед ними. Если бы они начали нам раскрывать суть закона, то этого никогда не кончилось, и подавляющее большинство людей просто бы не поняли вообще, о чем идет речь. Если сейчас начать как бы развертывать эту картину, то она, в общем-то, она бесконечная. я думаю, что в наше время это очень важно, что в наше время нужно переходить к изучению как бы Торы земли Израиля, а это прежде всего означает поиск внутреннего смысла. Без поиска внутреннего смысла нам трудно нам трудно представить себе и как можно наладить диалог диалог с большей частью еврейства, которое отошло от Торы, и как можно наладить диалог со всем миром. Мне, например, это трудно представить. О чем говорить, да, если не скрывать внутренний смысл. Опять же, проблема, что это отдельная наука, которой нужно заниматься. Сколько могу сказать, что так сказать, формализация, да, как формализация, скажем, сельского хозяйства, да, она имела очень тяжелые последствия и имеет их до до сих пор, да, вот, потому что, скажем, да, ставит перед нами новые задачи с точки зрения закона, которые мы должны решить, да, и часто люди берутся решать закон на основании то, что называется свора, своего соображения, да, своего соображения. Все невозможно вычислить и так далее. Вот ты берешь какой-то круг законов, какой-то круг высказываний толмуда, и ты применяешь современные ситуации на основе свора. Получаются иногда ужасные вещи. Я могу вам привести пример и так далее, да, вот, и, безусловно, это проблемы, проблемы, которые нужно было бы решать, но обвинить здесь мудрецов, что они что-то сделали не так, я не думаю, потому что это работа очень-очень прогуманная, работа очень четкая, которая дала свой результат. Мы сохранили, мы сохранили закон, мы сохранили правила, позволяющие нам соблюдать заплаты. Так что я могу сказать, что вместо того, чтобы возражать, я присоединяюсь к твоему голосу, к рику души. Замечательно. Окей. Вот еще, чтобы не забыть, Лена пишет из Санкт-Петербурга, заметьте. Да. Мило нашему сердцу, тем, кто родился в Санкт-Петербурге. Наверное, не мудрецы скрыли, а мы уже не понимаем, что было для них очевидно. есть в этом что-то. Есть в этом что-то. Есть в этом что-то. Опять же, понимаете, восстановительную картину, что они думали и так далее, очень трудно. Перед нами вот замечательный, мудрый, прекрасный текст Талмуда, который пользуется своими правилами. и он безусловно где-то как-то содержит глубину. Но основная задача это опять же сохранение закона и показать связь закона с текстом Тур. Прямую, непрямую, абсолютная логика, не абсолютная логика, но показать эту связь. Вот. Да. Равзеев, я в прошлый раз спрашивала, есть ли какая-то методика, вы сказали, что так нельзя сказать, но вот не права, зато вы сейчас сказали, что есть логика. Наверное, я просто неправильно выразилась. И, конечно, понять эту логику, это вот было бы просто сверхзадачей. Понятно, да. Вот. У нас такой, понимаете, курс, курс академический. Я иду по такой, по протоптанной тропе, и то не совсем, понимаете. Вот. Как бы, конечно, мы берем многие-многие моменты и стараемся их вычленить и показать то, что обычно это не делается. да. Вот. Но если говорить о внутренней, если говорить о внутренней логике Талмудов и вообще о внутренней логике закона, это вещи потрясающие, вещи очень интересные, но этим нужно заниматься как бы отдельно. Да, я просто не знаю, может, мы с вами вместе как-то пересмотрим, вот, но я не видел свою задачу, чтобы лезть в глубину. Я видел свою задачу познакомить на очень хорошем и даже нетривиальным совершенно уровне с основами иуданизма. Я так видел свою задачу. Если вы скажете что-то другое, ну, будем думать. Окей. Хорошо. Есть еще вопросы, вот Виталий пишет, но давайте, знаете, что сделаем? Я порекомендую на самом деле как бы задерживаться больше двух часов онлайн, мне на самом деле как бы так страшновато за Медей, которые два часа сидят и за Рэбзек два часа говорит. Ну, скажем так, я еще раз призываю, пожалуйста, пишите свои вопросы, нет, пишите свои ответы, а они же могут быть и вопросы в комментах к соответствующим статьям. И это очень хорошее место для того, чтобы общаться, Рэбзек вообще говоря отвечает пишущим там. по-моему, это правильно. Спасибо всем за участие, терпение, внимание. Вот, и я еще раз вам говорю, что мы не просто с вами беседуем и не просто занимаемся ликбезом, на мой взгляд, мы с вами пытаемся пробить что-то очень важное, очень-очень важное. Хорошо. Равзей, спасибо вам за терпение. Спасибо вам. Спасибо всем за терпение, слушать тоже, вообще говоря, непросто. Это точно. Хорошо, всего самого доброго. Совсем выйдет. Спасибо, Равзей. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Жду в следующей встрече уже. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok